всем привет продолжаем изучать sdl и сегодня у нас по плану 17 урок но здесь будет 17 и немного 18 дело в том что здесь у нас события мышки и как бы опрос клавиатуры но немного другим способом ну то есть мы можем узнать какая клавиша нажата какая нет то есть перед этим у нас было событие клавиатуры ну то есть это sdl evans и если происходило какое-то событие мы об этом знали мы могли узнать что это за событие а здесь немного будет другой здесь мы просто можем в любой момент времени узнавать состояние клавиш нажата она или нет вот здесь она эти два будут объединены потому что не имею смысла их раз не вижу смысла их разделять это первое второе немного здесь будет совсем не то то есть у лэзи здесь мы что видим здесь вот есть так вот скриншот и куда мы мышкой наводим тот та часть экрана как бы и подсвечивается у меня же я сделал немного по-другому то есть если у нас количество будет расти то я конечно же будут что-то делать поинтереснее и посложнее чем к примеру у лэзи да или у лази вот то есть данном случае тоже здесь есть событие мышки вот я навожу на гоблина и он идет в ту сторону ну короче куда показывает мышка и нажимаю пробел и он типа бьет вот 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 это все на основе предыдущих уроков ну и плюс новенькое это событие мыши но я думаю вы и сами могли разобраться но тем не менее давайте посмотрим как это у меня все устроено дело в том что для этого примера я сделал отдельный класс рендер возможно он не поможет для последующих уроков в чем суть рендер это отдельный класс который при создании которого я в конструктор указываю ширину высоту и также заголовок вот функции main мы можем видеть дальше вызываю функцию нет функции нет у нас ой ой у нас все по стандарту все как было перед этим то есть инициализируется sdl дальше дальше к создается окно дальше создается рендерер дальше шрифты инициализируется и дальше модуль для загрузки картинок инициализируется есть дальше у меня в самом этом рендерере вот внутри непосредственно те объекты над которыми я не то что провожу эксперименты а показываю по-хорошему ну как по-хорошему они должны быть типа где-то в другом месте то есть чтобы не объединять это в одно единое и как-то не должны добавляться сюда но это по-хорошему это у нас урок поэтому я здесь вправе делать что угодно вы же должны понимать что для хорошего уровня обучения вы должны сами делать по-другому то есть на тут так как вам удобно вот то есть эти уроки еще очень хороши тем что это еще один способ то есть урок за уроком подстраивать своим скажем вот такие классики классы объекты подпиливать для будущей например игры или еще чего-нибудь то есть вы урок за уроком создаете смотрите удобно неудобно использует как данном случае у меня есть объект точнее класс гоблин все фейс вот это класс который описывает который содержит данные которые относятся только к отображению то есть это x y позиции дальше центр дальше там текущий фрейм количество кадров ширина высота двигается не двигается ну то есть анимация есть или нету и все такое вот то есть это как бы по-хорошему только для отрисовки но для того чтобы еще хранить ну например есть это гоблин и если персонаж какой-то нужно же еще хранить какие-то характеристики для этого можно и вынести в другой класс либо же все это объединить то есть вы в любом случае можете и должны эти классы там к примеру создавать ну под свою например игру и урок за уроком уроком шаг за шагом подпиливать доводить их до того чтобы их было очень удобно использовать я же у себя делаю так как делаю потому что здесь нет конечной цели здесь нет в данном уроке ну к примеру когда вы пишете игру вы сначала все расписывать очень долго продумываете только потом приступаете к программированию соответственно вы знаете конечную цель и вы создаете объекты описывайте классы под нужды вашего проекта то есть так чтобы это все было удобно использовать здесь же ничего ну здесь нужно ну далеких перспектив нет здесь просто урок вот ну так что же давайте вернемся так вот рендера рендер у меня просто создает окно и и и и рисую то есть при запуске функции ран бесконечный цикл и у нас первым идет обработка событий второе процесс то есть там где происходят какие-то ну это возможно да искусственный интеллект или еще чего-нибудь или реакция на события которые произошли и самое последнее это у нас отрисовка вот в event event handle что я делаю я здесь пробегаюсь по очереди сообщений соответственно эти события дублирую гоблину то есть надо не надо это все зависит от вашей программы или вашей игры здесь же просто получил события и пробросил ее объекту гоблин дальше дальше я обрабатываю есть это движение мышки то я то я смотрю центр где находится гоблин и в зависимости от центра считаю его азимут то есть есть центр вот к примеру этот центр да и вот мой курс моя мышка вот она вот так вот бегает соответственно я считаю азимут азимут там обычно принято считать следующее вот здесь есть точка и азимут 0 или 360 это вверх 180 это право ой точнее 90 право 180 вниз 270 влево ну и 360 вверх вот то есть относительно того где у меня мышка то есть я получаю азимут и я устанавливаю гоблину направлением что такой гоблин гоблин это я где-то в интернете скачал вот такой пнг шкум и в этой пнг шки мы видим раз два три четыре пять шесть семь восемь то есть восемь таких строк дам каждая строка это анимированные кадры по какому-то направлению в данном случае мы видим это влево да вот первый второй третий четвертый кадр это он движется влево вот эти кадры я так понял это он бьет поэтому вот эти три кадра у меня отвечают за атаку и последний кадр он сидит то же самое для всех остальных направлений точно так же точно так же по аналогии вот здесь я смотрю зависимости от азимута я устанавливаю ваю ему направлении давайте запущу вот как вы видите вот я мышкой двигаю и если я мышка не попал на саму картинку то устанавливается по умолчанию 7 кадр когда он сидит и вот как вы видите он следит за мышкой как только я наведу непосредственно на саму картинку размер картинки 256 на 256 то включается анимация вот соответственно в этом-то и весь типа урок ну как урока здесь не очень много здесь вот по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть нас подводят а вот есть sdl get mouse стоит то есть что нового вы узнали бы из этого урока вот о sdl get mouse стоит сейчас мы к этому подойдем так вот вот же вот это наша sdl mouse motion что это такое но мы мы с sdl ивентом события уже знакомы соответственно по типу мы можем определить что это такое sdl mouse motion это означает что движение мышки то есть sdl движок регистрирует движение мышки если мы перейдем сюда мы увидим еще у нас три события по мышке кнопка была нажата кнопка была отпущена и колесико мышки крутится вот но у меня интересует просто движение мышки когда я в окне sdl я двигаю мышкой и приходят эти сообщения дальше я получаю вызываю функцию get mouse стоит чё это за функция так где-то она тут есть вот она get mouse стоит позволяет нам получить сейчас что-то с интернетом текущее состояние мышки но в данном случае мы получаем координаты координаты то есть события то есть когда мы мышку двигаем а мышка же двигается у нее есть координаты меняются когда мы кликаем когда мы правой кнопкой кликаем левой кнопкой кликаем то есть координаты соответственно мы можем их получить дальше еще идет возврат 32 битное значение маски то есть в данном случае мы еще можем узнать что канк какая конкретно кнопка была нажито ну если нас это интересует вот к примеру давайте вот есть sdl button left то здесь есть маски и мы и мы смотрите можем сделать вот вот так вот sdl мау маушен и вот здесь есть такой пример а если 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 так ну в данном случае ну передается значит нам не нужны координаты нам нужно узнать что было нажито левая кнопка давайте я вот так вот сделаю если если sdl get mouse то есть мы получим координаты и и посмотрим была ли нажито левая кнопка если она была нажито мы тогда вот это все пересчитаем вот вот так вот по идее так 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 это по моему сюда так тут по моему что-то лишнее лишнее вот она вот так и давайте заправим допустим сейчас допустим и посмотрим как вы видите не двигается нажимаю левую кнопку тоже а не двигается вот чё-то надо много раз кликать или чё как-то плохо отрабатывает вот и кликаю не непонятно ну ладно с этим я думаю или вы разберетесь или со временем я не то что разберусь а в каких-то уроках все равно возможно затронется эта тема короче короче можно получать события мышки то вы видите так и можно узнать какая клавиша была нажата вот ну скорее всего плохая отработка из-за того что надо как-то бы делать вот так вот да как примере здесь еще вызывается функция del pump events чё это такое можно почитать но нам сейчас это не нужно я думаю будущем конечно же пригодится это все так вот sdl иван мышки движения так вот вот мы получаем движение но перед всем и перед отработкой перед расчетом азимута я еще перри пробрасываю эти сообщения гоблину давайте перейдем сюда здесь то же самое идет а отработка движение мышки но я проверяю если координаты вписываются в нашу картинку то тогда я вызываю функцию мув а мув функция у нас возводит флажочек в тру мув м из мувинг равно тру то есть бы это будет означать что наш гоблин двигается вот то есть вот здесь я проверяю попал ли я на картинку или нет но потому что здесь смысла проверять нету е то гоп если особенно если у нас очень много объектов мы можем здесь цикле пробежаться по всем объектам и перри бро пробросить им это событие вот 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 давайте наверное все таки стоит рассказать немного о гоблине до классе гоблин то есть класс рендерер в принципе ничего сложного все это вы видели на предыдущих уроках соответственно просто сборка да единственное здесь есть статическая функция статические перемены из dl windows и стр рендерер вода это надо быть делал надо было бы делать не так надо было бы делать полноценный сингл тон для класса рендерер ну короче сделал как сделал вот для чего это нужно для того чтобы из любой точки программы можно было получить указатель на рендерер потому что сам рендерер нам нужен если вы помните для загрузки текстур для загрузки текстур вот есть загрузка текстуры и тут нам надо рендерер вот 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 для этого это сделано почему для windows было сделано так где нам на всякий случай но она не понадобилась давайте посмотрим на гоблина то есть по картинке мы вы уже знаете что раз два три четыре кадра отвечает за движение три кадра за удар и один кадр за то что он сидит для этого я создал вектор вектор ректу то есть вектор чего вектор прямоугольника до структуры сдали рект этот вектор размером 1 2 3 4 5 6 7 8 а внутри вектора еще один вектор этот вектор размером 1 2 3 4 5 6 7 8 то есть нулевое то есть первый уровень до означает линию а второй уровень непосредственно кадр соответственно идет привязка у меня еще какая идет вот у меня есть перечисление нам которым left left up up upright то есть вот left left up 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 right 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 down down left down вот то есть у меня перечисление проинициализировано нулем хотя по стандарту вроде она и так нулем но я на всякий случай и дальше это 0 1 2 3 4 5 6 7 то есть грубо говоря это меня является еще индексами вот соответственно я создаю вот такой массив массива в него прогружаю при загрузке текстуры все эти квадратики вот и соответственно если мне нужно выставить текущий квадратик движение в право то я грубо говоря беру вот этот индекс напрямую не 0 1 2 3 4 а непосредственно передаю и нам и получаю доступ к к вот этому массиву а дальше я просто указываю номер кадра вот но это сейчас увидите дальше меня конечно же есть текстура и current rect current rect это в зависимости от текущего состояния нашего объекта гоблин у меня меняется вот этот вот rect rect он 256 на 256 то есть я думаю вы понимаете вот и в зависимости от того двигается гоблин не двигается сидит не сидит у меня этот current rect меняется увидите где дальше конечно же есть x y дальше центр x y и дальше вот этот mx right и м игрок да он это непосредственно то где он находится в данном случае вот здесь у нас x какой-то там ну вот здесь давайте 256 256 256 значение так вот x right это 256 плюс ширина да это 512 а y да он это вот здесь начать тоже 512 то есть по факту я всегда храню вот этот x y центр и край до левый нижний угол вот но это для потому что мне надо короче там процессе работы это все хранить и чтобы он постоянно это не вычислять их вычисляю только раз когда меняются координаты дальше текущий кадр это текущий кадром то есть зависимость от того идет он сидит или бьет здесь мы получаем текущий кадр это увидите дальше там счетчик фрейма он то есть так как у меня установлена вертикальная синхронизация то обычно это 60 кадров в секунду соответственно для этого примера я каждые 10 кадров меняю фрейм то есть 10к то есть грубо говоря 6 анимаций 6 сменов кадров в в секунду происходит дальше это же ширина высота нашей картинки вот это не знаю используя или нет возможно нет это флажки двигается или атакуют это направление теперь давайте перейдем непосредственно к описанию здесь есть статическая локальная функция direction to сайс т куда я передаю direction дальше и дальше перевожу его в непосредственно в числовое значение это сделано для тугоч чтобы не было ворнингов конечную же то есть если мы работаем с языком си плюс плюс то лучше использовать то есть пользоваться средствами языка си плюс плюс частности приведение типов дальше конструкторы деструкторы пусты что кстати неправильно здесь надо как минимум функции фри вызвать дальше хэндл эвэн иванс хэндл эванс вы уже познакомились если мы наехали непосредственно нашего гоблина на картинку то включаем ему движение иначе отключаем отрисовка отрисовка здесь минимизирован до меньше всего вычислений здесь здесь практически их нет и здесь их можно сказать нету здесь мы получаем непосредственно кстати а ну да текущие координаты и ширины ширину и высоту то есть где нужно рисовать какой области экрана нужно рисовать нашего гоблина и дальше копируем текущий квадратик о текущий квадратик вычисляется под ну там дальше так вот мы его копируем копируем в рендерер и все такое то вы знаете процесс что происходит процессе в процессе в основном как раз происходит вычислений то есть в рендерер если мы посмотрим рендерер у нас идет получение событий до получили событие от чего-то от движка render потом идет процесс и потом отрисовка от именно в процесс и я вызываю для гоблина процесс процесс это некий процесс который надо делать на каждом кадре вот и вот здесь что я смотрю я смотрю если флажок а так то я увеличиваю фрейм каун если фрейм каун превысила 10 а фрейм каунт это ну вертикальная синхронизация и обычно 60 кадров в секунду дата тот когда 10 кадров прошло то что я смотрю я смотрю если текущий фрейм меньше 4 или равен 7 то есть данном случае если он был в состоянии движения или в состоянии сидячем то я меняю текущий фрейм на троечку то есть это 0 1 2 3 вот на это хотя можно и на четверточку но я почему-то этот наверное к удару тоже относится вот меняю на троечку дальше текущий получаю текущий квадратик вот вот каран трек я его получаю с помощью функции get рэкс что такое функция ган трек мы получаем direction по direction узнаем индекс и по индексу мы возвращаем непосредственно массив массив чего правильно массив вот этих вот прямоугольничка то есть данном случае мы возвращаем массив топ тот правильный массив на прямоугольничка в зависимости от направления то есть данном случае если прошу пришло бы там к примеру об направлении вверх то вернулся бы вот этот массив есть это мы сделали дальше то есть я вернул этот массив и и и и и устанавливаем ему текущий фрейм соответственно есть это было вверх то я возвращаю этот массив вот он вернулся массив и дальше так как это массив массивов я беру текущий фрейм а текущий фрейм у нас троечка значит это будет 0 1 2 3 вот он то есть когда я буду атаковать то первым кадром атаки будет вот вот это дальше если фрейм каунт равно на дальше обнуляя фрейм каунт и увеличу текущий фрейм то есть получается каран трек у нас нарисуется сразу вот эта картиночка дальше по прошествии 10 кадров у нас каран фрейм что будет у нас 4 соответственно этому условию не подходит и я беру четвертый кадр пятый кадр шестой как так вот когда каран фрейм увеличится и будет равен 7 бог больше равно 7 то я текущий каран фрейм обнуляю соответственно если опять будет атака у нас все ну пойдет по циклу дальше если атаки нету есть это движение то то же самое обнуляю количество кадров ой точнее каждый десятый кадр вот я в 0 каждый десятый кадр что я делаю увеличу каран фрейм я смотрю если он больше равен 4 то есть 0 1 2 3 4 то есть когда я увеличил фрейм вот он был вот этот и увеличил стал четверочка если он дошел до этого сбрасываю на 0 соответственно анимация крутится движение вот здесь ну и соответственно если у нас нету атаки нету движения то каран трек то есть текущий квадратик у нас зависимости от направления присваивается вот вот этот седьмой кадр да ну по по индексу вот восьмой точнее вот соответственно вот каран трек у нас всегда зависимости текущего направления текущее направление у нас меняется меняется в рендере вот вот здесь когда я делаю сет direction я просто меняю направление а при отрисовке при процессе у нас просто меняется 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 текущей этот квадрат есть дальше сет position когда я делаю set position я обновляю обновляю нужные перемены эти перемены этими переменами является вот этот x right y down и центр x и y это всегда нам надо это нам нужно для того чтобы ну дальше там все корректно отрисовывать вот в данном случае вот это проверять попали не попали или нет дальше но загрузка текстуры загрузка текстуры здесь вот так вот я ее вынес я ее вынес я знаю что уже во первых путь я прямо здесь задал ну для этого примера ничего страшного дальше я знаю что размер кадра картинки ну а кадра вот этого 256 на 256 что здесь я сразу и задаю также знаю что количество фрейма 8 потому что здесь 8 картинок соответственно я сразу увеличиваю размер но изменяю размер вот этого массива на 8 и дальше по каждого под массива тоже на 8 делаю ресайз вот дальше дальше я просто беру первый ряд и заполняю массив рек то все беру вот этот и пошел смещая по x у заполнять вот эти квадратики то есть вот меняется x дальше y увеличится на 256 то есть перехожу к этой линии и вот так вот цикле заполнял и вот здесь грубо говоря разу разложен то есть можно было бы еще один цикл но там надо было еще заморочиться я не хотел заморачиваться и и все такое так дальше что тут еще в принципе здесь больше ничего нового нету поэтому 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 как бы здесь в принципе все легко и понятно тип то есть это что касается му да и как он урок уже забыл называется mouse иванс то есть mouse иванс вы увидели да какие есть иван ты есть движение есть нажатие кнопки отпустить можно кнопку словить движение есть можно отловить колесико мышки то есть это все это все вы можете вот вот здесь ну и в справки почитать и что еще здесь было здесь было еще следующий урок он такой совсем маленький здесь есть такая функция sdl get keyboard state есть sdl scan код и sdl кей код что такое get keyboard state используйте эту функцию для того чтобы получить snap shot snap shot это имеется ввиду как бы срез да или текущую картинку или текущее состояние клавиатуры в данном случае смотрите эта функция возвращает указатель на массив то есть грубо говоря возвращает массив к массив какой длины смотрите если вы вызовете эту функцию и передадите туда ссылку или указатель на текущую какую-то in integer переменную то в эту integer переменную запишется длина массива если же ну то то ну да то то пусть но будет но в любом случае функция возвращает указатель на массив то есть непосредственно массив дальше здесь в этом массиве хранятся как каждый момент времени хранятся хранится состояние клавиатуры и обращаясь к этому массиву обращаясь к индексу вот таким вот способом вот ну к примеру стоит вот массив наш стоит и sdl scan код райт то есть мы можем узнать скан код райт нажат или нет то есть и одновременно мы еще можем узнать то есть нажата ли кнопка вверх то есть вправо и вверх то есть вот так вот мы одна момента можно одномоментно можем узнать состояние про по всем клавишам вот скан коды скан коды здесь вы можете их все увидеть то есть по клавишам f по кейпадам по ну короче по всем клавишам принципе здесь есть да вы можете это все увидеть это все увидите там он бэкспейс ну короче все здесь есть вот они скан код то есть нужно искать по скан коду до доступаться к массиву да вот sdl скан код ретурн это означает что если там единичка то было нажито клавиша enter вот вот соответственно соответственно здесь делается тоже самое вот вот я получаю непосредственно так тут надо вот так вот ну ptr состояние клавиатуры и смотрю то есть это принципе можно делать где угодно но не рекомендуется потому что потом будет сложно понять почему ваша программа так работает то есть глобальные какие-то вещи мы делаем лучше делать в одном месте вот но это такое как хотите так вот вот я получаю массив и обращаюсь к этому массиву по такому индексу мне интересен нажимали пробел если он пробел нажим я включаю атаку гоблина ну теперь давайте еще раз посмотрим вот он сидит нажимаю пробел ударил пробел ударил пробел ударил ну кадр как вы видите начинается начинается как вы помните вот с этого то есть можно в принципе изменить и и будет три кадра они 4 вот дальше вот он идет вот он каждые 10 фреймов я меняю анимацию можно конечно же давайте попробуем напоследок изменить изменить допустим допустим по атаке начнем с четвертого кадра вот а хождение каждый двадцатый кадр то есть получается три кадра в секунду вот и вот он идет ну как так он медленно идет а теперь атака как вы видите чуть чуть не такая да поэтому надо было все таки все таки с третьего кадра давайте еще попробую каждый пятый кадр менять анимации для хождения да он не 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 то не то не то не то то есть в принципе то что я наугад поставил каждый десятый кадр в принципе более-менее нормально может быть 15 еще пойдет вы вот-вот вроде более-менее надо на 15 короче короче надеюсь этот урок вам чем-то помог то есть если у нас количество людей будет расти на патреоне то конечно же я буду стараться не просто пересказывать вот это а что-то добавлять свое и возможно вы на основе этого будете уже создавать свои объекты да вот например для вашей игры вы можете вот так как постепенно шаг за шагом не спеша ну после того как продумаете какая к примеру будет игра или программа и создавать объекты подпиливать потому что с первого раза вы не вы никогда не создадите хороший класс в котором все будет удобно потому что вы что-то забудете учесть а потом что-то приходит то что вы забыли учесть и приходится перепиливать вот тут все она потом уже приходится грабли добавлять и т.д. и т.п. и она уже криво косо и не так как хотелось бы поэтому вот такие уроки для каждого есть возможность подпиливать правильно где-то что-то менять где-то что-то переписывать но подводить ваши объекты отдельные к написанию уже чего-то готового и когда вас будет куча уже готовы каких-то объектов классов написанных и гораздо легче уже интегрировать в ну с ними уже гораздо легче писать готовый проект чем когда вас и еще ничего нету даже на бумаге не писан весь проект который у вас будет а и вы начинаете писать и в скором времени вы опускаете руку потому что все уже работает непонятно как и любое изменение ведет к падению программы либо потому что она неправильно работы так сколько у нас ого полчаса ну да ладно очень длинный урок ну а на сегодня все тогда всем спасибо за внимание делимся подпиской на patreon рассказываем товарищам привлекаем и тогда таких видео будет побольше а теперь точно все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока